Всем привет, мои самые-самые дорогие! И с вами Лиза Алексеева. И в сегодняшнем видео речь пойдет про бьюти, а именно я поделюсь своими лайфхаками в ежедневном мейкапе и покажу продукты, которыми я пользуюсь ежедневно. Надеюсь, вам это будет видео интересно и приятного просмотра. Поехали! У меня есть вот такая прекрасная, миленькая косметичка. Мне ее подарили в Ифраше, вот даже здесь значочек есть Ифраше, когда я купила новогодний бокс на тот Новый год. И мне она так полюбилась, она такая красивая и эстетичная, что я теперь ее использую постоянно. Итак, мы ее открываем с вами и делимся средствами, которыми я пользуюсь. Самое главное, что я хочу рассказать про этапы очищения, я расскажу в другом видео. Именно база под макияж. Я стараюсь много не краситься. Ежедневный макияж у меня не состоит из тона или еще чего-то. То есть я не визажист, и это видео такое просто лично мое. Что я часто не крашусь, я стараюсь придерживаться натуральности. И такая, какая я есть, я как бы такой и являюсь. И что именно я делаю со своим лицом, чтобы выглядеть красиво, я вам расскажу сегодня. Так что, визажисты, простите меня, но я делаю неправильно, но я делаю так, как мне комфортно. И первое, что я наношу на свое лицо, это легкий увлажняющий крем для жирной и комбинированной кожи от Skinforia. Он имеет pH 7.0, это такой средний pH, как бы, и он очень хорошо матирует кожу и также глубоко увлажняет без жирности на коже. Мне он очень-очень нравится этим, и я кайфую, когда я его наношу. Также он имеет приятную очень консистенцию. Сейчас нанесу. И аромат тоже очень приятный. То есть вот он имеет такую приятную легкую консистенцию. Вот. И также быстро впитывается без утяжеления кожи. Я его обожаю. Вот. Так, ну и дальше я не наношу, сейчас в меня полетят тапки, я не наношу тон. Единственный тон, который я обожаю, это тон от Too Cool For School. Вот здесь прикреплю его, потому что он уже закончился, и, к сожалению, я его пока найти не могу нигде. В Литуале мне сказали, что его нет в наличии, поэтому я его пока не найду, я не буду пользоваться никаким другим тоном. Он мне очень нравится, и мне нравится, что он не жирнит, не пережирняет кожу, если можно так сказать. Следующий продукт. Буду все вперемешку рассказывать. Следующий продукт. Это моя любимая тушь. Обожаю ее. От Vivienne Sabo. Кабаре. Кабаре. Это тушь, которая безумно удлиняет ресницы, сделает их гуще и делает такой классный объемчик и такой секси взгляд, что просто все смотрят на глаза, на эти глаза. Поэтому я ее просто обожаю. Мне безумно комфортно ей красить свои ресницы, поэтому я ее очень даже советую многим. Ну, всегда, абсолютно всегда я мастер-бровист. У меня лежит щеточка для бровей. Я могу в любой момент причесать свои бровки, и без этого я не я. Также, не поверите, следующий продукт, это такой стандартный, такой достаточно дешевый, экономичный продукт, просто обычный фломастер от L'Etoile для бровей. Им я иногда подкрашиваю волоски, то есть он вот такой вот, он идет, соответственно, как фломастер вот такой вот, и я им иногда волоски подрисовываю, а иногда я выделяю зону, где идет стрелочка. Я рисую такую очень-очень натуральную коричневую стрелочку, чтобы глазик вытягивался, как бы такой лисий взгляд получался. Также отдельное внимание хочу затронуть на масло для губ от Vivienne Sabo. Вот здесь его выложу. Это масло просто идеально справляется с моими губами. Ни одно масло, ни одна гигиеническая помада не делала настолько крутой результат, и у меня постоянно зимой, уже даже с октября, появляются трещины на губах. И они настолько сильные, что у меня они постоянно кровоточат, и я уже просто не знала, что делать. И тут я по совету одной моей знакомой купила это масло. Оно стоило по акции на озоне что-то в районе 280 рублей, и, девочки, я не пожалела. Это просто топовый продукт, который должен быть, мне кажется, у каждой. Тушь в фиолетовом оттенке – это просто бомба. Особенно она подчеркивает цвет моих зеленых глаз, и очень эффектно тоже смотрится. Поэтому тоже на заметочку, у кого зеленые глазки, девочки, можете купить себе фиолетовую тушь и подкрашивать ей, делать такой классный эффект, выделять свои прекрасные зеленые глаза. Также абсолютно каждый день в моей косметичке лежат пластыри. Пластыри – это неотъемлемая часть моего образа, потому что, когда я люблю ходить, а ходить я люблю много, и когда я хожу, у меня часто бывают мозоли, затертости, и все это, конечно же, в крови. Чтобы это предотвратить, я, естественно, беру всегда пластыри. Следующий продукт. Он мне полюбился со свадьбы. Мне на мою свадьбу накрасили губы этим карандашом, и после этого я в него влюбилась, и мне даже мой визажист отдал этот карандаш. И после этого я, конечно же, им пользуюсь, постоянно покупаю. Это карандаш от Vivienne Sabo номер 103. Вот. То есть номер 103 – это такой самый-самый лучший мой карандаш. Я им обожаю подводить губы. И, кстати, лайфхак. Знаете, как сделать так, чтобы выбрать цвет помады, который подойдет вам? Вы вот здесь зажимаете палец, и вот эта вот краснота, которая появляется, это идеальный цвет для ваших губ. Лайфхак проверен. Может быть, он, конечно, не на всех будет работать, но на мне он срабатывает очень даже хорошо. Все помады, которые я выбираю по такому методу, все помады очень даже хорошо смотрятся на моих губах, освежают. Следующий продукт, он универсальный. Он как для губ, также он идет в качестве теней, также его можно использовать в качестве румян. Это маленький тинт от OK Beauty. Он завоевал сердца многих девушек, очень много кто о нем говорит. Это такая милипусечка, такая маленькая милипусечка, но OK Beauty это универсальный продукт, которого хватает очень надолго. Им можно красить, как я уже сказала, губы, румяна и, конечно же, тени. У меня, кстати, цвет... У меня какой-то пудровый цвет, но я не помню, как называется, а здесь он не написан. Все. Так, поехали дальше. Следующее, что у меня лежит в косметичке, это вот такая миниатюрка духов. Я ее покупала еще, когда мы играли, когда мой муж играл в Ростове-на-Дону. Это был 2019-2020 год. И я ее купила, чтобы ее провозить с собой в ручной кладе в самолет, потому что я летала из Москвы до Ростова. И я зашла в Бершку, открыла этот аромат, тестер. И мне так аромат понравился, что я не удержалась и купила. И действительно, до сих пор, вот сколько осталось у меня, больше половины, вот им я до сих пор пользуюсь. В какой-то момент я отложила, поэтому его столько осталось. Вот, но начала пользоваться снова. Следующий продукт, который у меня находится в косметичке, это вот такой миниатюрный кремушек. Кремушек от вот этой фирмы. Он увлажняет, а также он с шиммером. И безумно классная консистенция, безумно классно увлажняет, поэтому тоже всем советую. Его я всегда покупаю, когда хожу на маникюр, потому что в моем салоне красоты эта продукция представлена. Очень удобно, кстати. Приходишь на маникюр и покупаешь крем. На этом все, дорогие мои. Я поделилась своей косметичкой, поделилась своими самыми-самыми любимыми проверенными продуктами. Я надеюсь, вы оцените, что-то отложите себе в корзину. И до новых встреч. Всем желаю отличного настроения. Всех целую и люблю. Пока-пока!